На торжественном построении в Птичьей гавани команды-участницы первого турнира по хоккею на валенках. 23 дружины, в составе которых не спортсмены и даже не любители. Пиджаки и галстуки на один день сменили на спортивную форму омские чиновники. Об экипировке заранее позаботилась региональная федерация флорбола. Специально к турниру были подготовлены флорбольные клюшки, установлены ворота и определены границы игровой площадки. Самая главная, отличительная особенность этого хоккея в том, что все без исключения должны быть в валенках. Обувь организаторы предоставили. Омск – хоккейный город. И какое-то время назад Виктор Иванович Назаров, губернатор Омской области, высказал идею, почему бы нам, правительству, не все стоят на коньках, а все-таки не показать пример и не выйти, как кто-то в детстве, с клюшкой, но, правда, ни шайбой, ни с мячом и не поиграть. Это, на самом деле, отдельный, наверное, вид спорта, но он тоже очень интересный, очень драйвовый. То настроение, которое сегодня царит здесь, на площадке, в Тичегаване, показывает, что это действительно шикарная идея. В гонку за призами вступили команды очень разноплановые. И если работники министерств и ведомств хорошо экипировались, и понять, кто в этот момент на площадке, сложно, то вот дружина Омской епархии была одной из самых приметных. Рясы служители церкви не снимали даже во время игр. Главное – участие. Первый раз мы принимаем участие в этом турнире. Мы спортом стараемся заниматься, потому что для поддержания работоспособности. Ну, а здесь это праздник. Регламент Блиц-турнира – олимпийский. Проигравшая команда выбывает, так что многие сыграли всего по одному матчу, но каждый проходил с азартом. Мало того, что омские чиновники и без того оказались в нестандартных для себя условиях, так еще и скользкие валенки выводили из зоны комфорта. Бегать в них – занятие не из простых. Устоять на ногах помогал опыт игры, приобретенной в детстве, сноровка и отменная координация. Здесь у нас и представители епархии, и команда городская, и команды управления различных. То есть, ну, люди откликнулись просто, ну, честно говоря, не ожидали. Ну, и очень рады, что так вот получилось и получается. Я думаю, что у нас все пройдет, несмотря на такую, в общем-то, жесткую погоду, но люди заряжены на какой-то хороший результат. Болельщики гнали свои команды вперед. Все как в настоящем хоккее. Поддерживали как могли, а в перерывах между играми не скучали. Помимо прогулок на собачьих упряжках, которые любезно согласились устроить представители Омского центра издового спорта, все желающие могли еще и поучаствовать в необычном турнире. Гости метали валенки на дальность. И так, за всеми этими занятиями дело подошло к решающим играм турнира. Замечательные эмоции, просто превосходное настроение, превосходная погода, особенно, когда состоялся финальный свисток, и со счетом 1-0 команда Минспорта стала победителем в этом матче. Вдвойне приятно. А в целом, конечно же, этот турнир у нас впервые проходит. На самом деле, как он будет проходить концептуально до конца было непонятно, потому что не было практики таких турниров. Я переживал, что, возможно, будут какие-то сложные моменты. Но, судя по участникам, болельщикам, получился турнир замечательный, который действительно заставляет проявить все физические качества, морально-волевые качества, сплочение команды, командного духа. Когда ты начинаешь уже со своим коллегой играть как плечом к плечу, для того, чтобы всеми силами и спонсорами добиться победы, это замечательно. Только положительные эмоции. Призовые места разыграли в двух сериях булитов. И удача улыбнулась команде Министерства промышленности, одержавшей две заслуженные победы. Второе место сумело отыграть Главное управление внутренней политики. Ну а замкнуло тройку призеров Министерства спорта. Честно говоря, не рассчитывали на то, что войдем в тройку и тем более завоим чемпионство. Но, тем не менее, где-то взяло мастерство, где-то удача. Конечно же, было непросто. Команды получают медали и интересные призы, памятные сувениры в виде валенок. Наградили и традиционными призами лучших игроков соревнований в своих амплуа. Без призов не оставили и отважных участников турнира по метанию валенок. Итак, награды первого турнира по хоккею на валенках нашли своих героев. И эти состязания, скорее всего, станут традиционными.